Здравствуйте, любители баскетбола, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня у нас с вами будет необычное видео, а целая история. История одной великой всемогучей метлы. Вы знаете, она стояла очень-очень много лет. Где-то далеко в магазине, пылилась, никому была не нужна. Но однажды метла была приобретена. Имя этой метле Нимбус. Нимбус был настолько счастливый, что у него не было границ для счастья. Он просто брал, он однажды нашел мячик. Просто взял этот мячик и пошел во двор. Вы знаете, это была, как говорится, цель его жизни. Вот давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как он владел этот мячиком. Вот он Нимбус. Он крутится, он вертится, он чувствует легкость в ногах. А какая кисть? Кисть великолепная. Каждый бросок, каждый точный бросок абсолютно все сбивает. Вот. И, конечно же, против него тоже забивали. Ну, как говорится, вы же знаете, как работает наш великий баскетбол. Не забьешь ты, забьют тебе. Ну, Нимбус, как говорится, он тянул на всех все команды. Он видел рака МД, он тащил себя на плечах. Он видел рака Антоху. Антоха, хотя не рак, он звезда. Он, извините тебя, он уже состоявшийся баскетболист. Но даже Антоху он тащил на своих плечах. Только дайте ему мяч. И он словно метла. Хотя, почему словно? Он и есть метла. Он взмахивал метлой своей. Излетал. Летел так, как никто никогда не летал. Он даже с трехочкового однажды поставил сверху. Когда это нужно было. И вот это одна из тех игр, где Нимбус тащил. Тащил как бог. Даже пытался ставить маленькие, но очень большие заслоны душой. И так вот. Особенно вот в этом моменте, где он не побежал в угол. Потому что что-то говорил в дискордике. Но. Но после этого он решил исправиться. Он взял мяч в руки. Ему стало стыдно. Он стал крутиться и поцеловал паркет. Он встал на колени и поцеловал паркет. А знаете для чего? Потому что паркет и баскетболист это два единых организма. Он поцеловал его. И понял, что с этого момента паркет его не подвезет. Но в следующей атаке он конечно не получил мяч. Потому что уже не было должного доверия. После этого ему все-таки дали мяч. Он крутанулся и забил. Забил так, как никогда не забивал. Потому что он промазал. И его тиммейт ему не помог. MJ ему тоже не помог. Но мяч откосил ему. И он. И он снова промазал. Он не мог попасть в кольцо. Потому что целуй паркет. Не целуй. А выигрывает здесь команда и мяч. А кстати бывает не команда выигрывает. Защита выигрывает. И умная голова. Но Анибус не сдавался. Он понял. Он вспомнил как он пылился годами. Он годами пылился. Стоял. Он был никому не нужный. Он собрал волю в кулак. И конечно же. Конечно же. Просрал мяч. Потому что сделали алиуп. И сделали тип ин. Он не мог на это повлиять. Но он мог повлиять своей прекрасной игрой. Особенно после того, как ему дадут пас в угол. И он сделает невероятнейший бросок в отклонении. В отклонении. Он никогда в жизни до этого не бросал отклонение. Все валилось из его рук. Он понимал, что вся жизнь уходит из-под ног. Паркет уже не помогает. Мяч не помогает. Тиммейты уже не те, что были раньше. Поэтому нужно брать все в свои руки. И поэтому он решил. Он решил именно с этого момента. Больше никогда не мазать под кольцо. Никогда. Никогда. Вот. Никогда. Именно с этого момента. И он начал. Мазать снова. Он мазал. Он мазал. Как никогда. Он в жизни столько не мазал. Все валилось из рук. Но. Вы знаете. Осознание того, что ты настоящий чемпион. Приходит именно в такие моменты. Моменты, когда уже безнадежно. И ты начинаешь забивать трехочковые. Он забил первую треху. За две минуты до конца. Проигрывая минус пять. Точнее, это уже было минус восемь. После этого пошел переворот. Антоха взял мяч в свои руки. И. И наказал. Антоха почувствовал. Понимаете. Нимбус. Нимбус начал тащить. А Антоха получил заряд эмоций. Антоха забил. И все. Тут уже было понятно. Что. Данкуй. Не данкуй. А Нимбуса ты не остановишь. Ибо метла. Метла. Метла, между прочим. Вот. Умеет летать. Да. Это метла. Кто помнит. Это Гарри Поттерская. И он включил свой супер, 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 пупер скорости. И начал забивать. Еще одна треха в лицо. Боже. Что творил этот Нимбус. Это легендарная игра. Легендарная. Перехватил мяч. И снова перехватили. Ничего. Он не расстроился. Он пошел играть в защите. Он остался в стойке. Не важно, что вам забили. И минус пять за минута тридцать до конца. Чел написал ему. Мой бол. Бро. Вы знаете. Это его только раззадорило. Видели этот бросочек? Потому что. Потому что даже центровой МД почувствовал, что Нимбус хочет победить. И он начал играть. Все играют. Это стал единый механизм. Не важно, что минус шесть. Не важно. Важно то, что мы целая. Целая команда. Какой заслон. Какой. Никакой. Какой-никакой заслон. Но все же. Все же подбор. Главное вовремя подобрать Нимбус. Три очка. Там. За минуту. За три минуты до конца. Нимбус знает толк. И так. И так. И снова получается. РСВ пытается обыграть Антоха. Ах. Поставили заслончик. Но ничего. Минута. Минута. Знаете. Все сказки рассказываются про великих людей. Про Гарри Поттера. Особенно. Помните Гарри Поттер. Да. И Нимбус. Так мало про Нимбус сказано. Но Нимбус сам написал свою историю. Собрался и начал писать. Он. Вот так вот. Смотрите. Так вот забили ему. Но Нимбус не опустил свои руки. И так. Крутится. Вертится. И конечно же забивает. Это же Нимбус. Нимбус по-другому не может. Либо Нимбус тебе забивает. Либо никак. И так. Пытается обыграть. Финтуля поднимает ПГ. Возвращает на СВ. Нимбус один на один. И Нимбус успевает прыгнуть. Но все же забивает 30 секунд до конца. Минус три. Что будет делать Великая Метла? Метла дает пас на центр. Остается. Сейчас. Крутится. Вертится. Снова. Останавливает. Снова Нимбуса мяч. Крутится. Снова. О боже. Никто не успел. Три. Нимбус слишком хорош для всей этой фигни. Потому что он знает. Он видит цель. Не видит препятствий. Он просто берет мяч и кидает в кольцо. И так. Вот защита. Опа. Мимо. 13 секунд. Минус два. Вот он шанс. Вот он шанс стать чемпионом. Чемпионов всех метел. И так. Через руки. Два очка. Там. Ничья. 8 секунд. 35 на 35. Сейчас решится. Нимбус держит заявление. Согнулся в защитной стойке. И машет. Перехватывает. О боже. Пять секунд до конца. Четыре. Три. Две. Решай. Нимбус. Сирена. Тишина. Там. Да. Сосать сказал Нимбус. И поставил жирную точку в этом прекрасном матче. Ну как говорится. Даже маленькая. Незаметная метла. Которая стоит глубоко-глубоко в магазинчике. Никому не нужна. Даже она может стать легендарной. Великолепной. Всемогущей метлой. Стоит лишь только постараться захотеть. И видеть перед собой цель. Не. Ну а вообще конечно. Не забывайте подписываться. О. Подписываться. Ладно. Можете подписаться. Так уж и быть. Подписываться на канал. Вступать в дискорд. Если у вас есть какие-то вопросы по баскетболу нашему. А также если у вас нет. Крю. Вступать в крю. Уметь найти тема. Которая у нас вот. Тут видите 183 человека из 200. Вот. Так что всем счастья, здоровья, любви. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok